добро пожаловать на наш канал сегодня наконец-то видео о том как мы разводили индюков в общем наш первый опыт что из этого вышло сначала муж построил сарай а потом понеслось вот такой у нас сарай в итоге получился муж его полностью строил сам изначально мы планировали посадить здесь птицу индюков или там гусей или уток с этой стороны должны были быть куры но нас отговорили что кур вроде не сажают вместе с индюками и так далее в общем так как мы неопытные это был наш первый опыт разведения именно этих птиц мы решили что не будем так первый раз рисковать поэтому здесь мы оставили хоз блок ну то есть хозяйственная часть корма лопаты грабли и тележки и так далее а в этой части мы оставили для индюков место сейчас не убранным поэтому не пугаться они здесь сейчас не живут особо они постоянно на улице то есть это вот старые их паилка и кормушка здесь у нас был насыпан опилок весь опилок превращается не знаю видно не видно грязь если не всем табуном сюда заходят вот сейчас я проберусь покажу кормушку вот такая кормушка сюда насыпается целый мешок корма и они едят все было прекрасно и мы вообще не переживали по этому поводу она там не закрыта часть корма и так далее но как только начался я бы сказал даже сезон дождей но были кратковременные даже но не так много а когда начались дожди прям вот вот у нас уже льет неделю наверное мы уже задумались что у них корм весь мокнет перерасход корм большой в общем вот и муж сделал вот такую кормушку там уже засыпается наверное порядка двух или трех мешков вот то есть и вот на неделю засыпаем в конце недели и у них она до конца следующей недели остается вот из-за дождей они ходят у нас по грязи вот где повыше там же сухо и из-за дождей нам пришлось быстро 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 что-то придумывать выдумывать так как они в домик не заходят нам пришлось придумать вот этот вот великолепный навес тента тут был у мужа какой-то старый тент вот в общем забубенили так говорится и вот у нас скошенная трава утром я прихожу и вот сюда вот насыпаю накидываю и они прекрасно кушают да это вот самочка сейчас она меня клюнет в телефон не надо да что какая вот индюки у нас выведены получается в начале апреля а сегодня на данный момент я снимаю 13 августа вот наверное в конце октября мы уже начнем за бой будем часть на продажу тушками часть на зиму будем делать тушенку вот рецепты я наверное конечно же не дам шучу дам конечно но я не думаю что он будет сильно как-то отличаться у нас обычный автоклав и обычные обычный рецепт ничего особенного ничего фельдоперского вот как-то так в общем наша главная ошибка получилось то что мы не предусмотрели какой-то слив вот этой вот и жижи жидкости даже несмотря на то что муж тут убирается все равно стоит вода из-за дождей вот это что у нас не было навеса и открытый кормушка в остальном в принципе все сколько у нас 21 штук 22 индюка все живы все здоровы единственное что им из-за веса уже становится прям тяжело ходить они уже еле ходят самочки конечно порезвее индюки так тяжеловатым очень любопытный вот так здесь у нас кстати стоит вода каждое утро я там или может старших детей я посылаю они сюда ходят наливают из шланга давайте пока я здесь еще энтузиазмом я не пропал я вам покажу как у нас живут гуси у нас здесь пруд он здесь был всегда когда мы сюда перед он приехали пруду прекрасно здесь все было замечательно такая зеленая травка если найду фотографии пущу по экрану вот и я так когда смотрела на этот пруд так радовалась думаю вот как классно сейчас вот мы сюда уточек запустим это буду плавать в общем наивной дура я потому что как только мы сюда запустили уточек и гуси вот эти все берега тут все вот этот заборчик который мы поставили если сейчас я пойду покажу смотрите вот это вот безобразие а теперь мы не знаем что с ней делать как это все какую-то брешетку делать засыпать ремонтировать эти берега я просто не представляю осталось у нас тут наверное 9 штук гусей они у нас живут уже второй год затем зимой жили вон там у них там ванга лампа нагрева так нельзя как она называется в принципе у них было тепло у них была плюсовая температура там они прожили нормально то можно подытожить наше видео всего остается на два главных момента это если вы заводите инюков нужно продумать им навес то есть большая часть времени она они находятся под навесом на улице они в домике в домик у нас по крайней мере они не заходят только потому что им тяжело уже с потом по мере возрастания их веса им тяжело туда заходить и они туда не заходят они живут на улице вот и второй момент у меня котик пришел и второй момент если у вас есть пруд и вы хотите как-то его оприходовать думая что вот сейчас там будут плавать уточки никогда этого не делаете не запускайте в свой пруд гусей если вы хотите сохранить его в том же виде в котором он у вас сейчас находится потому что все красивое что там было превратится вот в эту и вы знаете это не потому что у них нет травы не потому что они голодные травы у них достаточно мы даже их выпускали гулять вот все равно они объедают эти берега я не знаю как от этого спасаться поэтому на следующий год мы никого разводить не будем никто нам не нужен я не веду в пруду вот будем разводить только наверное дюймов вот пожалуй все наверное два главных основных моментов ну и все всем вот пока пока